Здравствуйте! Меня зовут Мургунова Марья Аркадьевна. Я являюсь врачом-драматологом-косметологом-драмато-онкологом, одним из ведущих лекторов Ассоциации Антирак, а также членом совета директоров Международной ассоциации врачей-онкокосметологов. Очень жалко то, что Елена Александровна Рависко нас покинула в данный момент. Хотела выразить отдельную благодарность за то, что тема, которую мы так активно развиваем в Ассоциации Антирак, как сегодня звучало в рамках нашей сегодняшней встречи, онкокосметология, уход за кожей после химиотерапии, после лучевой терапии, во время оперативного вмешательства, в принципе, на фоне иммуносупрессии. Это все мы делаем, мы делаем это давно. Так что консолидация нескольких специализаций онкологии, дерматологии, дерматокосметологии и онкокосметологии, она происходит в рамках нашей организации уже достаточно давно. В прошлом году действительно мы праздновали 25 лет старейшая ассоциация антирак помощи онкологических больных. Очень приятно то, что в этом году мы расширяем свои горизонты и напрямую работаем уже не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах Российской Федерации. Совершенно потрясающими для нас успехами в рамках в особенности текущей ситуации является то, что не только общественные организации, не только врачи-онкологи, не только доктора и пациенты как диалог, как формат диалога, но и бизнес пришел на помощь. Соответственно, мы можем говорить о том, что коммерческие структуры, по крайней мере, нашего города и администрация нашего города очень охотно пошли на контакт с нашей организацией. И теперь мы говорим действительно об уникальном формате, формате школы пациента, который мы с вами сегодня будем, в принципе, обсуждать. Соответственно, школа пациентов антирак. Мы очень давно ведем эту практику раз в месяц на протяжении уже очень большого количества лет. Наши пациенты, это больше трех сотен пациентов, регулярно приходят на базу городского клинического экологического диспансера на 2-й Березовой аллее. И, соответственно, в формате прямого диалога мы общаемся с ними на протяжении уже действительно очень большого периода времени. Соответственно, конечно, тематиками данной школы, к сожалению, немножко формат презентации у нас нарушился, но попробуем работать в этом формате. Соответственно, в формате занятий, которые мы проводим для пациентов, безусловно, это регулярный диалог с врачами и онкологами. Безусловно, мы говорим и о поддержке и клиническими психологами, и специализированными психологами, как то направление онкопсихологии. Плюс ко всему, конечно же, и нутритивная поддержка, да и нутрициологическая поддержка. Соответственно, также последнее время мы очень много внимания отделяем реабилитацией и говорим в формате этом и о, кстати, специализированной форме школы для пациенток-женщин, да, которая как раз таки и подчеркивает необходимость ухода, специализированного ухода на фоне как раз таки, да, химиотерапии, лучевой терапии. Соответственно, также, конечно же, присутствует у нас и большое количество наших партнеров, это и компании, обеспечивающие специальное питание для пациентов, это компании, которые дают возможность, так скажем, приобретения специального белья, специализированных протезов и так далее, и так далее. Да, то есть делается очень много и, слава богу, так скажем, мы наращиваем свой формат и в этом году немножечко изменили и расширили работу с нашим пациентским сектором. В 2017 году была проведена широкая достаточно работа в отношении поддержки районных наших амбулаторных организаций и совместно с, как вы видите, да, перечисленной и администрацией Центрального, и Адмиралтейского, и Красногвардейского, и Невского, и Петроградского районов, мы получили потенциальное согласие с благословением, так скажем, больших наших онкологических, так скажем, руководителей, да, соответственно, мы получили возможность проведения онкошкол на базах именно амбулаторных. Этот опыт мы, безусловно, будем развивать, и в 2017-2018 годах запланировано даже достаточно большое количество этих школ, и, в принципе, и Центральный, и Адмиралтейский район уже нам выслали свои благодарности за то, что мы стали работать в таком формате. Я думаю, что это будет развиваться, и будет развиваться очень положительно. Очень приятно то, что мы налаживаем контакты с другими городами, и я очень люблю наших региональных партнеров по той простой причине, что сама преподаю более чем в 30 городах. И, соответственно, прекрасно понимаю, коллега выступал до меня, какие проблемы есть в регионах. Очень здорово то, что мы стали консолидироваться с большими, давно существующими благотворительными ассоциациями. В частности, в этом году нам удалось и довелось поработать в Нижнем Новгороде с фондом Олега Дерипаски «Вольное дело», в рамках которого создана специальная организация для пациенток с онкопатологией в анамнезе по раку молочной железы в Нижнем Новгороде. Действительно была представлена очень большая школа, и существующая администрация завода «Агаз», который, в принципе, является градообразующим предприятием, поддержала нас очень хорошо, ровно как и городской клинический диспансер Нижнего Новгорода. Была собрана очень большая школа, и мы также имеем отдельную благодарность от администрации города, и, в общем-то, имеем даже подтверждение на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода о том, насколько успешно прошла эта школа. Важно также отметить, и это, конечно, особенно гордо, то, что... Вот мы видим даже здесь нашего ведущего дерматолога и косметолога северо-запада Дениса Владимировича Заславского. Соответственно, в рамках межрегиональной уральской конференции для дерматологов, косметологов и дерматоонкологов был проведен также доклад, эксклюзивный доклад при поддержке Американской ассоциации врачей-онкокосметологов. Вы видите, около 200 докторов специализации слушали этот доклад. Прекрасно резонансно он прозвучал. И, действительно, еще раз поддержу Елену Александровну то, что, действительно, специализации врачебные соединяются для поддержки наших пациентов. И, я думаю, в этом, в принципе, будущее. И нас, как пациентских ассоциаций, и нас же, как докторов. Также в этом году, я считаю, это очень большой заслугой. Бизнес пришел на помощь, как я уже сказала. Мы соединились с очень известной клиникой Санкт-Петербурга, которая, в общем-то, держит лидирующие позиции по многим докторским направлениям, по многим нозологиям. В частности, и оперблок, в частности, и онкология, и кардиохирургия, и так далее. Это клиника СМТ, которая имеет достаточно большой, известнейший поликлинический комплекс на Московском 22, и свой собственный стационар. Соответственно, мы вместе с администрацией Адмиралтейского района организации «Антирак и клиника СМТ» был проведен цикл школ для пациентов, онкологических пациентов, причем совершенно удивительной направленности. В рамках нашей школы выступало не один, не два, а сразу три, а то и четыре специалиста. И это, конечно, было очень резонансно, потому что привлекало на школу, в принципе, около сотни пациентов за раз. И мы считаем это своей собственной победой, потому что, действительно, производительская работа, которая была проведена в рамках этих школ, очень положительно отражается не только на самих пациентов, и не только на каких-то успешных развитиях, так скажем, трех участников-организаторов этих школ, но и, прежде всего, на докторах. Да, соответственно, налаживание вот этой коммуникации пациент-доктор, я считаю, что, в общем-то, получилось очень хорошо. Какой контент был этих школ? Обратите внимание, что школа началась первая в декабре 2016 года, она у нас была предновогодняя, была, соответственно, очень приятно оформлена, и это отметили все посетители. Собрала она более 70 человек. Соответственно, на выступление были предложены три доктора, и ваш покорный слуга, в общем-то, рассказывал по поводу онкокосметологии, ухода за кожей, за ее дериватами, волосы и ногти. Соответственно, также вместе со мной выступала коллега очень высокого статуса, так скажем, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней нашей великолепной Мечниковской академии. Доктор, посвятивший свою жизнь гастроэнтерологии и нутрициологии. И вместе с ней также, к сожалению, не поместилась на слайде, выступал доктор-реабилитолог высшей категории, соответственно, также рассказывал, как вести себя на фоне лимфедемы, классического осложнения ракомолочной железы, и, в принципе, как работать в формате ЛФК и восстановительной терапии женщинам с ракомолочной железы. Вот, пожалуйста, мы видим ряд фотографий. Да, все три выступления доктора зафиксированы. В общем-то, в принципе, достаточно резонансная была эта школа. Она достаточно хорошая и оставила за собой след. Соответственно, мы продолжили этот формат. И в рамках сотрудничества администрации Адмиралтейского района клиники СНТ и Ассоциации антирак дальше пролоббировали определенное расписание, которое, в общем-то, включало в себя несколько школ. Их всего проводилось больше пяти. В частности, это школа, посвященная химиотерапии. Опять-таки, да, не очень здесь заметно, но видно то, что выступают также три доктора. По поводу химиотерапии очень глобально и последовательно говорила наш кандидат медицинских наук, онколог-мамолог Жильцова Елена Константиновна. Также ей помогали, в общем-то, специалисты, более, так скажем, подробно обсуждая различные формы побочных эффектов химиотерапии, самой динамики лечения и так далее. Опять-таки, явка была очень хорошая, и отзывы от пациентов были самые высокие. После чего мы поставили это на поток и в рамках как раз-таки регулярного расписания обозначили такие темы, как рак молочной железы, как онкогинекология и даже как мужская онкология. И достаточно успешно прошли эти школы. Соответственно, также триада докторов присутствовала на каждой школе. Мы, в общем-то, уверены, что в следующем году, в следующем сезоне, который у нас начнется в сентябре, мы, безусловно, эту форму общения с пациентом продолжим. Резюмируя, что можно сказать в отношении основного контента тех школ, которые мы сейчас проводим? Безусловно, это диагноз. Максимально деликатно, потому что мы разговариваем с пациентами, достаточно сложными, особенными пациентами. Максимально деликатно, но достаточно глубоко. Специалисты в рамках заболевания объясняют присутствующим пациентам, что происходит, как происходит, стараясь не касаться, в принципе, причин, потому что мы сохраняем максимально деликатный формат общения. Безусловно, обсуждаются все возможные стороны диагностического обследования пациента. Безусловно, ротируются и классические методы, и самые современные методы. Естественно, обозначается и стоимость, и курс, и, так скажем, длительное взаимодействие пациента и в рамках стационара, и в рамках амбулатории, безусловно. Также мы говорим и о самом лечении, и о реабилитации, и о профилактике. Большое внимание уделяется также работе с родственниками. Да, это может быть и работа онкопсихолога, это может быть работа определенного ряда социальных работников и так далее. Соответственно, на данный момент, если говорить уже тогда, более подводя итог, школа пациентов антирак на данный момент в Санкт-Петербурге, да, это формирование прямого доверительного диалога пациент-доктор. На данный момент также это, так скажем, восприятие пациента не просто с точки зрения именно пациента онкологического, но и компетентный, думающий, действующий партнер врача. Потому что онкологическое лечение – это не только диагностика и лечение, но и реабилитация. И об этом как раз таки говорят наши школы. И мы надеемся, что ту работу, которую делает ассоциация «Антирак», ее оценивают должным образом и доктора, и пациенты, и их родные. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.